Для справки. Гемосканирование, или как его ещё называют, скрининг, один из новейших методов диагностики, основан на исследовании живой капли крови, позволяет выявить причину того или иного заболевания. Также можно выявить наличие в крови паразитов, сделать заключение о состоянии обмена веществ в организме, эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов. Таким образом, даётся функциональная оценка состояния крови. Проводится на светопольном микроскопе под увеличением в 1800 раз. Кровь переносит кислород к клеткам организма и забирает у них углекислый газ, который затем выделяется через лёгкие. Она также снабжает все клетки водой, питательными веществами и удаляет отходы жизнедеятельности клетки. Кровь регулирует кислотно-щелочной баланс и температуру тела. Она состоит из жидкой плазмы и форменных элементов. Плазма составляет 55% всего объёма крови и на 91% состоит из воды. Белки плазмы крови поддерживают осматическое давление, иммунную систему, играют важную роль в процессе свёртывания крови. Форменные элементы – это эритроциты, красные кровяные тельца, лейкоциты, белые кровяные тельца и тромбоциты – кровяные пластинки. У красных кровяных телец нет ядра. Они не делятся и живут только 120 дней. Эритроциты содержат гемоглобин, который переносит кислород ко всем клеткам и забирает у них углекислый газ. Существует 5 типов белых кровяных телец, 3 из которых зернистые и 2 – незернистые. Нитрофилы фагоцитируют или поедают чужеродные вещества и выделяют лизосомы, которые уничтожают бактерии. Эозинофилы вырабатывают антигистамин, который борется с раздражителями. Базофилы также участвуют в аллергических реакциях, выделяя активные вещества. Моноциты поедают бактерии и мёртвые клетки. Моноциты, проникнувшие в ткань, называются макрофагами. Лимфоциты вырабатывают антитела и играют важную роль в работе иммунной системы. Нитрофилы, лимфоциты и макрофаги уничтожают бактерии. Тромбоциты играют важную роль в начале процесса свёртывания крови. Посмотрим, как структурированная вода воздействует на кровь человека. Врач берёт у пациентки кровь из пальца. И по этой капле, с помощью специального микроскопа, мы сможем увидеть состояние её организма. Вот это красные кровяные тельца, слипшиеся вместе, потому что они утратили свой электрический заряд. Они слиплись, как стопка монет, в виде формации, которую мы называем низкой роя. А вот в этой части находится большое сращение. Эти сращения связаны с болезнями сердца и артритами, и заболеваниями лёгких. Врач предлагает выпить пациентке немного структурированной воды. Через 12 минут врач снова берёт у пациентки кровь и исследует её. Вы можете видеть, что клетки стали оживлёнными, они стали шустрыми, они восстановили свой электрический заряд, так что стали отталкиваться друг от друга. Это позволяет им переносить кислород. Мы можем видеть вот здесь, что внутри клетки образуется новое ядро. Я думаю, это поистине потрясающе, что вода, простое питьё воды, может это сделать. Ну вот вы видите, каждый эритроцитик должен быть в отдельности. Вот они здесь все склеены, кроме того, они в виде таких вот ёжиков. Как шестерёнки, да? Как шестерёнки, да. С неровными краями. Да, то есть это поакилоциты, это изменённые свободными радикалами эритроциты. Вот эта кровь уже после воздействия продуктов Международного кораллового клуба. То есть после воздействия водички алкомайн, ферментов и далее продукта микрогидрин, который убрал вот эти вот все... Да, ну очень хорошо видно разницу, да? Да, кровь расклеилась, то есть тут ещё осталось много проблем, но в принципе человек сидел, плакал и говорил, я не верю, что неужели мне может не болеть голова. Плакал, потому что прошла головная боль. Прошла головная боль, да. Вот от стакана воды может пройти головная боль. Ну не простой воды, воды алкомайн, то есть щелочной воды. Ну вот сейчас мы видим простейшее, которое плавает в плазме. Видите, как склеены эритроциты, то есть это говорит о патологии поджелудочной железы, то есть внешний секретор на её части, ферментативная недостаточность. Здесь мы видим личинки паразитов, которые находятся в крови. Они бывают У-образные, В-образные в виде дисков, в виде подвижных палочек. Вот сейчас мы видим подвижную палочку. Видим в центре очень маленькую иммунную клетку. Которая должна быть в несколько раз больше? Это будет 2-2,5 раза больше эритроцитов. А здесь мы тоже видим поражённые эритроциты уже непосредственно личинками паразитов. То есть вот они находятся внутри, таким образом используют как питательный мешок эритроцит. Заползают внутрь и выедают всё, что там есть, да? Вот это, кстати, больной после двух инфарктов, который на антиагрегантах. Но видите, в каком состоянии кровь. То есть здесь уже зреет третий инфаркт. И путешествующие споры грибов. Вот эти белёсые пятна, которые двигаются. Здесь мы видим бактерии. Опять снова личинку паразита в крови. Ну и то же самое бактерии. То есть это признаки дисбактериоза кишечника. И то же самое видим кровь, которая... Ну, ещё будет много проблем. Значит, гипохромная анемия. Вот здесь видим внизу слева осколочек, кристаллик мочевой кислоты. Нити фибриногена и... Такое боле всё немножко раз ищерченное. Да, ищерченное боле. А вот здесь мы видим активный процесс фагоцепоза. Вот это такое что-то большое. Да, лажноножки выбрасывает макрофаг и двигается. И чёрные точки это те микробы, которые он уже включил в свою цитоплазму, которую он будет уничтожать. Питается он бактериями. Слава Богу, что у нас иммунная система имеет возможность. Значит, яйцо паразита. Мы видим. И вот такие яйца. То есть они бывают разной величины, разной формы. Из таких яиц выходит от 100 до 700 тысяч личинок. Ну вот, как раз видно, что в каждой ячейке масса. Да, видите, да. Здесь большое яйцо, разделённое на несколько ячеек. Это тоже яйца паразитов различные. И вот такие, видите, объекты, даже многоклеточные объекты, которые находятся фактически в плазме крови. Честно говоря, шокирующий просто кадр, потому что никогда такого я не видела на исследовании. Да, мы даже, в принципе, обращались на кафедру, пока мы не знаем ответ, что это за объект, что это за организм. Ну, видите, какой. Но, судя по всему, он, в общем-то, совсем небольшой по размеру, если он из проколотой капельки попал в кровь. Да, он очень, намного превышает размер эритроцита, но он действительно с капелькой крови из пальца попал под объектив. И это ещё говорит о том, что достаточно много вот этих вот объектов находится в крови у человека, поскольку раз это попало в капельку из пальца, то есть можете себе представить... Что это не единственная со всего организма, да? Конечно, да. Лямблия, жгутиковая простейшая, возбудитель лямблиоза человека, вызывает воспаление тонкого кишечника. Цисты передаются водным и пищевым путём, мухами, тараканами. Инкубационный период в среднем составляет две недели. Яйцо, содержавшее зрелые личинки аскориды. В каждом яйце содержится до 175 тысяч личинок, которые во время миграции питаются сначала сывороткой крови, а затем эритроцитами. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Личинки круглых гельминтов мигрируют с током крови из кишечника в легкие и по бронхам. Далее снова заглатываются хозяином, прикрепляются в кишечники, где дозревают до половозрелого возраста и начинают откладывать яйца. Личинки круглого гельминта обследуют эритроцит. На этой стадии развития личинки могут находиться в крови до 14 дней и питаться содержимым эритроцитов. Личинка стронгилоида проникает в рот с пищей и водой. Через слизистую оболочку полости рта попадает в кровеносные капилляры и через 17-28 дней вызывает диарею и обнаруживается в фекале. Личинки круглых гельминтов мигрируют с током крови. Что такое холестерин? Холестерин это субстанция, которая выделяется организмом для нейтрализации всего вредного того, что находится в организме. От кислотности до токсинов в организме нейтрализует холестерин. Давайте посмотрим. Почему говорят о том, что он плохой? Потому что после того, как он связал вредности, он откладывается в сосудах, скажем, в виде бляшек. Он откладывается, это мягкий холестерин, который закрывает дефекты сосудов и благодаря чему они остаются эластичными. Вот это холестерин, который связал какие-то химические вещества, попавшие в организм. То есть цвета самые разнообразные. Чаще всего это как раз те добавки, которые в пище находятся. Благодарственные средства, да, в том числе и добавки в пище. Значит, это холестерин, который показывает, что было воздействие радиоактивного излучения. То есть радиационное излучение? Да. А вот это высокочастотное излучение, то есть мобильные телефоны, компьютеры, микроволновые печи и так далее. А вот это уже соль, да? Значит, это вот ортофосфорная кислота, соль. А это мочевая? Да, это мочевая кислота. Ортофосфорная говорит о вымывании кальция из ДПО, то есть кости и зубы, теряющие кальций. Мочевая кислота говорит о том, что кишечник как дренаж не работает на себя. Функцию дренирования токсинов из организма взяли почки. То есть яд мы через кишечник уже, кишечник заклеен, мы не можем выделить, да? Ну, на 100% не работает, да. И теперь почки перекружаются. Да, но в данном случае почки тоже уже перегружены и фактически подключаются кожа и слизистые оболочки, легкие и лимфосистемы. И вот такие пациенты будут страдать различными аллергическими проявлениями на коже и слизистых, воспалительные процессы слизистых, высыпания на кожу, шелушения, зуд. Вот легкие обычно будут проявляться простудами, частыми бронхитами, вплоть до воспаления легких. Астматические проявления в том числе это будет глистная инфекция и лимфосистема обычно реагирует увеличением воспаления лимфоузлов и частыми ангинами. А у деток это компенсаторное разрастание в виде аденоидов, полип, глант, то что удаляется. А куда девается холестерин, который вот спрятал в себя грибковую инфекцию, вот это вот все, страх и ужас. Значит он откладывается в сосудах в виде бляшек, большой-малый сальник живота, подкожная клетчатка. Вот у женщин чаще в подкожную клетчатку, это известно как целлюлит, вот проблема с которой достаточно тяжело бороться. Ну представьте себе, что это защитная реакция организма, если растворить вот этот вот весь холестерин, то все токсины и яды хлынут в кровь, и это может убить организм. Поэтому очень тяжело от этого избавиться. Но на самом деле попив водичку даже полгода люди избавляются от целлюлита. И прежде всего вот боли в спине, особенно образование грыж шморля, это грыжи межпозвоночных дисков, продрузии. И там в причине этого заболевания как раз играют ключевую роль грибы. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Олег Кирилевич принес. Ну вот мы здесь видим сейчас. Вот такое длинное ползущее нечто, да? Да, двигающее. Это ниточка грибная. То есть у нас обычно... Иритроциты бедные несчастные. Да, вот это поменьше ниточка, это аспергилис нигер. То есть это вот как раз грипп, который является причиной вот таких вот изменений в позвоночнике, в межпозвоночном связке, то есть в межпозвоночном аппарате. Здесь на схеме видно сейчас вот как, что происходит. То есть вот это фиброзное кольцо становится ломким, как пластик. И даже от какой-то небольшой нагрузки обычной, даже человек может в кресло сесть и уже не подняться. После этого микротрещина. И туда сразу же устремляется пульпозное ядро, которое обычно является амортизатором. Вот. И таким вот образом образуется вот эта патология. При этом может сдавливаться нервный корешок, сосуды, нарастать отеки, и пациенты начинают чувствовать вот боли в спине. У нас огромное количество счастливых семей, которые после двух, трех, десяти лет семейной жизни не имеют детей. А давайте мы покажем те исследования, которые вы делали. Это касается исследования спермы. Давайте посмотрим. А вы прокомментируйте, пожалуйста. Вот сейчас мы видим, из-за того, что загрязнена сперма, видите, сейчас как в ловушку, сперматозоид попадет под кристаллик мочевой кислоты. Ну, практически получается, что вот эта сперма не может проникнуть, хотя и мужчина, и женщина, в общем-то, здоровые. Две-три коловады практически решают вопрос, то есть женщина и мужчина пропивают, очищаются, и после этого появляются детки. В основном люди считают, что они здоровы, несмотря на частые симптомы присутствия паразитов в своем организме. Что касается характерных признаков поражения у женщин, то это воспаление яичников, болезненные месячные с обильным кровотечением, упадок сил, нарушение сроков менструального цикла, его сдвигов, затем последовательно развиваются фиброма, миома, фиброзно-кистозная мастопатия, воспаление надпочечников, мочевого пузыря и почек. Признаки наличия паразитов у мужчин это простатит, импотенция и далее аденома, цистит, песок и камни в почках, в мочевом пузыре. Вот здесь мы видим сперматозоид измененной инфекцией половой. То есть, с одной стороны, три хвоста, и он практически не может двигаться, а с другой стороны, две головки у сперматозоида. То есть, не дай бог, такой вот сперматозоид бы оплодотворил яйцеклетку, чтобы родилась. То есть, на самом деле, вот половые инфекции, которые обычно при неупорядоченной половой жизни мужчина получает, они ведут вот к такому роду бесплодию. И, к счастью, вот продукты, используемые в нашей компании, они позволяют вот эти вещи нормализовать. Продолжение следует...